Алексей ненавидел собак с тех давних пор, когда его пухлого рыжего первоклассника в очках с раздутым от книг и тетрадей портфелем на пустыре за домами окружила стая собак. Вожак, поджарый, черный, с рыжими подпалинами на морде, смотрел Алешке в глаза. Мальчик и плакал, и уговаривал собак отпустить его, и крошил им несъеденные в школе бутерброды с колбасой. Но собаки были непреклонны. Вожак, при виде попытки ребенка сдвинуться с места, поднимал верхнюю губу с правой стороны и, обнажая бело-желтые клыки, глухо рычал. Стая продержала Алешку в окружении более двух часов. Внезапно вожак повернул правое ухо назад, прислушался и беззвучно побежал в сторону лесопарка за пустырем. Стая устремилась за ним. Стройной цепочкой друг за другом собаки исчезли за деревьями. Алешка вытер слезы, схватил покрепче портфель и побежал к дому. Но домой мальчик не попал. Старый деревянный барак, где он жил с семьей и немногочисленными соседями, уже догорал. Рванула газовая колонка. В пожаре погиб дедушка, дед Алешиного отца, которого ребенок называл Дедонька. Дедонька был когда-то моряком, просоленным морскими ветрами и волнами. У него были белоснежные усы и борода, которую старик сбривал один раз в год, ровно после новогодних праздников. Потом она отрастала, и дедонька ее заплетал косичкой, делал из нее смешную дулю, перехваченную цветной резинкой, а то и просто закидывал за ухо. Алешка долго заикался после гибели дедоньки и встречи с собаками. Второй раз к нему привязалась уличная собака, когда он, похудевший и вытянувшийся семиклассник, сменивший смешные очки на линзы, пошел после школы провожать домой первую красавицу класса, Лизу Тоневу. За Лизой пытался ухаживать Семен, хулиган и двоечник, сидевший в девятом классе второй год. Он держал в страхе всю школу, а Алешка осмелился идти рядом с девочкой, которая нравилась хулигану. Пес вырос перед ним неожиданно, и грозно рыча стал оттеснять подростка от девочки. Алеша медленно отступал назад, повинуясь натиску здоровой собаки. Когда Лиза скрылась за углом своего дома, угроза нападения исчезла в соседнем дворе. Алеша вздохнул и пошел домой. На следующий день на уроке математики он получил записку, в которой было всего три коротких предложения. «Не ходи за мной. Вчера Семен хотел тебя избить. Прости». Дружба с Лизой не заладилась, и парнишка еще больше озлобился на собак. Прошло много лет. Алексей вырос. Он получил блестящее образование. Через несколько лет открыл свое дело и стал бизнесменом. Карьера складывалась удачно. Парень зарабатывал хорошие деньги. Появились нужные связи. Скоро сложилась и семейная жизнь. Красавица Лиза, в прошлом Тонева, стала его женой. У них родился замечательный сын Митька, названный в честь любимого дедоньки. Восьмимесячный малыш еще не говорил ни слова, но, сидя в коляске, всегда улыбался встречным собакам и произносил «ав-ав». В тот воскресный день Алексей гулял с сыном в парке. Мужчина неспешно толкал коляску и рассказывал Миньке про птиц, которым они насыпали в кормушку семечек. Про белок, одна из которых, спустившись по стволу ели, брала ядрышки орехов прямо с ладони. Пора было идти домой. Выйдя из парка, Алексей направил коляску в сторону перехода и, дождавшись зеленых цифр, толкнул ее на проезжую часть. Откуда взялась эта сумасшедшая такса? Она лаяла так отчаянно, бросаясь и не пуская Алексея с коляской на переход, что, казалось, еще секунда, и у собаки связки лопнут. В эту же секунду, буквально в нескольких сантиметрах от коляски, пролетела легковая машина. Она вылетела на газон за переходом и врезалась в фонарный столб. Из машины выскочили подростки и с криками в рассыпную бросились прочь. Алексей с трудом перевел дух. Сердце в его груди билось так сильно, что, казалось, и прохожие слышали этот стук. Таксы нигде не было видно. К машине бежали люди. Какой-то прохожий взял молодого отца за локоть. «У вас все нормально?» «Коляску машина не задела?» Испуганные глаза прохожего смотрели на Алексея. Алексей, мыча, помотал головой из стороны в сторону. Мол, коляска цела и ребенок невредим. Все в порядке. Как дошел до дома, не помнил. Лизе он эту историю решил не рассказывать. К чему волновать жену, раз все закончилось благополучно? Но в этот раз в душе Алексея что-то шевельнулось, когда он вспомнил про рыжую таксу. Это была благодарность собаке, которая спасла его сына. До самого вечера он молчал, вспоминая три случая, связанных с собаками, и понимал, животные не пугали его, не угрожали расправой. Они защищали Алексея как могли. Лиза тихонько посматривала на мужа, удивляясь его неожиданной задумчивости, но не тревожила расспросами. Вечером они всей семьей вышли во двор, прогуляться перед сном. У дальней скамейки столпились соседи. Проходя мимо них, Алексей услышал. «И что теперь с ним делать? Кому он нужен такой?» Заглянув через плечо соседа, Алексей увидел коробку, лежащую на скамейке. А в ней маленький щенок. У щенка не было глаз, видимо, генетический сбой. Люди переговаривались полголоса. Лиза с коляской ушла вперед и поодаль ждала мужа. «Вот как теперь быть? И куда его такого изувеченного?» «Не, я бы не смогла такого взять», – шептались соседи. Алексей протиснулся поближе к скамейке. Малыш в коробке был красивого шоколадного цвета. Он мелко скулил и поворачивал крохотную мордочку из стороны в сторону, ища родной запах. Но нигде не было теплого тела матери. Мужчина замер на секунду, а потом решительно снял в шее шарф, хоть и весна, а еще очень свежу, особенно с утра и по вечерам. Аккуратно двумя руками он взял малыша под мышки и приподнял. У щенка, до вершения всего, были искривлены задние лапки. Женский голос сзади охнул и, кажется, заплакал. Алексей бережно обернул слепого малыша шарфун, аккуратно положил его, как грудного ребенка, на руку и сказал, «Ну что, малыш, кажется, теперь наступила и моя очередь. Пойдем-ка я тебя познакомлю с нашей мамой. Она добрая, славная, и у нее найдется для тебя в холодильнике молоко». Мужчина пошел в сторону молодой красивой женщины, которая стояла рядом с коляской и смотрела на него любящими глазами. Уважаемые слушатели, если вам понравился рассказ, ставьте лайки, пишите отзывы, подписывайтесь на канал. Автор этого рассказа – Вита Сапфер. Спасибо. Спасибо.